всем привет сегодня такое стандартное сопло принтеров easy street заменим вот на такое самодельное для сравнения оно состоит из хитбрика mk8 радиратора для него же и вулканное сопло поехали первым шагом мы возьмем разберем стандартное сопло и достанем терморезистор и нагревательный элемент поехали так у нас есть нагревательный элемент и терморезистор поехали дальше следующим шагом нам нужно уменьшить диаметр резьбы так чтобы наш нагревательный элемент спокойно налазил вот получится вот такой вот немножко меньше диаметр совсем-совсем может где-то наверно две три десятых миллиметра нужно брать так для этого мы берем надфиль и поехали понемножку спиливать резьбу в следующем шаге окей мы получили то что хотели теперь у нас нагревательный элемент спокойно налазит на сопло следующим шагом нам для термопары нужно сделать в сопле отверстие диаметр 2 миллиметра внутренний диаметр 2 миллиметра и сверло нам потребуется на 2 миллиметра что хотелось бы тут сказать в первую очередь я бы выбирал такого типа сопло с небольшими высверленными потому что нам будет легче начинать самим сверлить за счет этих углублений и плюс еще скажем так шляпка этого сопла она по расстоянию чуть больше это значит наша термопара получится утопить немного глубже в сопло то есть это тоже плюс сам процесс сверления показывать не могу просто я буду это делать дремелем используется вот обычная двух миллиметровая сверлышко смотрите диаметр сопла выходит где-то в районе 7 миллиметров диаметр прутка отверстия для прутка 2 миллиметра то есть радиус выходит у нас три с половиной минус 1 это два с половиной и я бы еще бы из этого расстояния где-то 0203 бы вычитал то есть утопить нам сверло можно где-то на 0 2 где-то на 2 и 2 миллиметра ну вот то есть вы можете измерить 2 и 2 миллиметра сделать отметку на сверле чтоб не углубиться больше вот выстрелить столько сколько нужно я буду сверлить дремелем сам процесс показывать не буду поехали так вот что вышло наша дырочка штурмопара где-то погружается на половину так в принципе это уже достаточно к поехали наш окей давайте в черновом виде соберем посмотрю как она будет выглядеть ну так вот она будет выглядеть в черном виде само собой это еще тут обмотается замажется ладно поехали дальше давайте теперь соберем наше сопло на чистовую в первую очередь займемся тепловым элементом сделаем следующее мы сейчас возьмем термопастой обмажем тут наденем термоэлемент и закрепим гайкой в принципе в целом можно сделать и термоклеем единственное что у термопасты есть какие-то известные коэффициенты теплопроводности а у термоклея нету поэтому ну в этот раз я решил попробовать с термопастой она тоже до 300 градусов меньше и не рекомендую брать поэтому как бы смотрите сами но в принципе это это можно используя и Продолжение следует... 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 я еще успел модифицировать обдув так что придется еще дополнительно напечатать потому что новое сопло где-то миллиметров на 15 длиннее нежели дефолтную и еще пришлось поднять кнопку потому что тоже ниже 15 миллиметров столом это высоту не откорректируешь только поднятие кнопки вот и все в отдельном видео сниму сравнительную печать двух сопел стандартного и модифицированного все всем успехов